Цены на нефть могут обвалиться до 20 долларов. Украина и Россия не согласовали квоты на перевозки, а Европа не готова к наплыву беженцев. Подробнее об этих новостях в сегодняшнем обзоре прессы. Здравствуйте! Резкое укрепление курса доллара США может привести к падению цен на нефть до 20 долларов за баррель. Такой прогноз озвучили в американском банке Morgan Stanley. В отчете банка отмечается, что при росте индекса доллара США на 5% нефть может потерять от 10 до 25% своей стоимости. Эта зависимость вызвана использованием заемных средств на рынке, отмечает Bloomberg. Учитывая продолжающееся укрепление доллара США, сценарий ценой нефти на уровне 20-25 долларов возможны только из-за валюты. Доллар США и нефундаментальные факторы продолжают влиять на нефть, отмечают аналитики. Morgan Stanley не единственный банк, который прогнозирует падение нефти до 20 долларов за баррель. Ранее в Goldman Sachs неоднократно заявляли, что цены снизятся до этого уровня из-за заполнения хранилищ. Нефть по 20 долларов возможно, но не по часто цитируемым причинам. Речь не идет об ухудшении фундаментальных факторов, заявили в Morgan Stanley. Украина и Российская Федерация не согласовали пока квоты на перевозки. Украинская сторона призывает перевозчиков пока не планировать поездки в Россию. Киев и Москва до сих пор не согласовали квоты на транзит украинских грузов через территорию Российской Федерации на 2016 год. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Квоты разовых разрешений на 2016 год между Украиной и Россией пока не согласованы из-за требования со стороны Российской Федерации существенного снижения количества разовых разрешений на транзитные перевозки. Также введение квоты на двусторонние перевозки, что потребует внесения изменений в действующее соглашение об автомобильных перевозках между нашими странами, говорится в сообщении. Также ведомство отмечает, что украинская сторона пока не соглашается на изменение квоты разовых разрешений на транзит и продолжает отстаивать интересы отечественных перевозчиков. Пока ситуация не решенная, украинская сторона призывает перевозчиков не планировать поездки в Российскую Федерацию и транзитом через ее территорию во избежание неудобств для водителя и дополнительных расходов для бизнеса, отмечает ведомство. Напомним, что 1 января президент России подписал указ, согласно которому транзит грузов из Украины в Казахстан теперь будет осуществляться только через Беларусь. Европейские государства, как показывают последние события, оказались неготовыми к тому наплыву мигрантов, с которыми они столкнулись в минувшем году. Это признала касслер ФРГ Ангела Меркель. «Сейчас мы неожиданно столкнулись с вызовами, которые несет в Европу поток беженцев, и оказались, как уже видно, уязвимыми, поскольку еще не налажен порядок, контроль которой должен быть», – сказала она, выступая в городе Майнце на бизнес-форуме. Одновременно Меркель выступила против мер по закрытию границ, к которым прибегают в настоящее время некоторые европейские страны, заявляя, что от свободы перемещения в определенной степени зависит судьба еврозоны. «Никто не должен себя вести так, как будто бы существует единственная валюта при отсутствии возможности достаточно простого пересечения границ», – отметила она, пояснив, что при закрытых границах единственный европейский рынок сильно пострадает. По словам Меркель, сохранение шенгенской зоны необходимо для обеспечения безопасности внешних границ Евросоюза. На этом наш обзор прессы подходит к концу. Свежий выпуск ожидайте завтра на Дукаскопе ТВ.